В хорошем смысле ураган или бурю эмоций вызвал президент Зеленский во время своего визита сначала в Лондон, а потом в Париж и Брюссель. Он встретился с королем Великобритании Чарльзом III, премьером Риши Сунаком, президентом Макроном и канцлером Шольцем. Ну и весь этот вояж дополняла общая пресс-конференция госсекретаря Блинкена и генсека НАТО Столтенберга. Как все это связано и что это означает, давайте по порядку. У нас есть крылья, дайте нам свободу, чтобы ее защитить. Этот месседж уже вошел в историю наравне с тем, что был произнесен почти год назад, если помните, мне не надо такси, мне нужно оружие. В Лондон свой второй заграничный визит с начала войны Зеленский приехал за дальнобойными ракетами и истребителями и похоже все получилось. Он поблагодарил Британию не только за вкусный чай в тот свой первый приезд, но и за качественные самолеты сейчас. Британский премьер выступил за всеобъемлющую помощь Украине, сказал буквально все возможно. Ну а пока страна начинает тренировать украинских пилотов. Вот обложки британских изданий. Посмотрите сами. Зеленский приехал за крыльями, но сам их дал Великобритании. Так экспертка по британской политике прокомментировала Блумбергу этот визит по горячим следам. Все дело в том, что страна сейчас не в самой выгодной ситуации экономической и внешнеполитической после выхода из ЕС. И вот, говорит Тереза Рафаэль, приезжает Зеленский и дает британцам снова почувствовать себя возвышенными. Цитирую президента. Мир будущего будет нуждаться в вашем лидерстве так же, как в украинской смелости. Понятно. Мало что сейчас приятнее для ушей британцев, чем эта фраза Зеленского, завершая свою колонку Рафаэль. Ну и по сути, Британия становится первой, кто учит украинских военных пилотировать истребителей, и первой страной, которая их передает. В это же время за океаном, как будто соревнуясь, кто больше за Украину, дают пресс-конференцию Блинкен и Столтенберг. И так комментируют решения британцев по истребителям. Номенклатура военных поставок меняется. США и НАТО хотят, чтобы Украина вернула свои территории. Ну и, между прочим, напомню, что страны НАТО помогли Украине уже на 120 миллиардов долларов. Настоящим украинцам показал себя на этой неделе канцлер Шольц, встав не под свой флаг в Елисейском дворце. Случилось это, когда он вместе с президентом Макроном ждал Зеленского из Лондона. Наверняка Шольц был немного растерян, и это получилось случайно. Но, согласитесь, очень и очень символично. Зеленский попросил у Германии и Франции еще больше оружия. Эммануэлю по-дружески он напомнил о самолетах. Ну а Олафу о танковой коалиции. Кажется, у него получилось. По меньшей мере, так пишет издание Бильд. За дружеской беседой и ужином украинский президент, видимо, убедил Макрона и Шольца дать Украине дальнобойное оружие и самолеты. Теперь ждем официальные подтверждения и сроки. Слава Украине! Слава! Привы в Брюссель на саммит ЕС, украинский президент призвал европейцев быстрее и динамичнее сотрудничать в оружейном смысле. До того, как Россия сможет мобилизовать свой потенциал. Глава Европарламента призвала страны дать Украине дальнобойные ракеты и истребители. Итак, дальнобойные ракеты от Британии США, напомню, пока не дают, опасаются. Уже почти наверняка дают истребители типа F-35. Американские F-16 не стоят на вооружении королевских ВВС. Ну и, конечно же, танки. Первые британские танки Challenger приедут в Украину уже в марте. После такого решения даже упрямая Португалия объявила, что передает Киеву три своих танка. Также Украине передают не менее сотни новых Леопардов-2. Первые поставки назначены на март. Тем временем Канада уже отправила Украине свои первые Леопарды-2. По последним сообщениям они уже в Польше. Правда, все Леопарды и Абрамсы прибудут намного позже. Даже немецкие танки первого поколения несколько месяцев, по сообщениям, будут проходить техническое обслуживание. Да, кстати, и на этой неделе президент США выступил перед Конгрессом. Львиная доля спичи была посвящена Украине. Он пообещал Киеву бессрочную поддержку и порадовался партнерству Вашингтона и НАТО в противодействии российской агрессии. Единственное, что я бы хотел отметить на фоне всех этих радостных речей и заявлений, это сроки поставки танков. Согласитесь, тревожно слышать про конец марта или даже конец года, когда, по сообщениям западных разведок, несколько тысяч танков и бронетехники русские снова собрали у украинских границ. Танковый прорыв есть, я согласен. Теперь бы еще обеспечить прорыв в поставках. Ведь наивно полагают, что северный сосед будет дожидаться, когда сюда заедет западная техника. Их тактика уже хорошо известна. Они смелы только тогда, когда есть численное превосходство. Ну, фактически как у гопников. Напишите ваше мнение в комментариях, я обязательно все прочитаю. Продолжаем. И Швеция на этой неделе одобрила рекордный военный пакет для Украины на более чем 400 миллионов долларов. В нем САУ, машины пехоты и противоминное оборудование. Но и даже нейтральная Швейцария меняет свою позицию. Страна близка к тому, чтобы упразднить запреты на передачу Украине в вооружение швейцарского производства. Об этом сообщает Рейтер. Сейчас покупателям швейцарского оружия запрещено его реэкспортировать. И европейские соседи призывают страну разрешить передавать оружие Киеву. Законодатели уже обратились с просьбой к правительству отменить эту норму. Швейцария не может останавливать другие страны, помогать Украине. Иначе, мол, это будет означать поддержку России. Ну и 55% швейцарцев с этим согласны. 14 февраля состоится очередная встреча союзников в формате Рамштайн. Решения точно будут, но пока нет ясности, какие именно. Все заявления накануне довольно-таки обтекаемы. Все это в перспективе. Ну а прямо сейчас у ВСУ недостаточно боеприпасов. Украинские военные в сутки выстреливают годовой запас артснарядов европейской страны. Это около 5-6 тысяч штук. Такая тенденция, пишет Financial Times, вынуждает Европу резко перейти на военные рельсы. Сейчас ощущается кризис в цепочках поставок в Европе. Это и пополнение национальных запасов западных стран, ну и, конечно же, поставки Украине. Спрос на некоторые компоненты настолько высок, добавляет издание, что время снабжения увеличилось с месяцев до лет. Все это наглядно объясняет, почему с поставками западного оружия не все так резво, как бы нам хотелось. Эта война фактически обескравливает всех. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok